дорогие друзья всем привет сейчас будем тестировать какого-то нового бота а вернее сегодняшнего свеженького какого-нибудь бот викторина бот кости даджин квест давайте даджин квест на я правда такие игры тяжело переношу они слишком крутые вот слишком продуманные вот в общем сразу он выдал что-то это уже хорошо клавиатура кстати не появилась напишу хотел привет так долго уже уже долго отвечает кстати это наверно в описании это не бот ответил понятно кстати да ну так вот уж раз ситуация сложилась да мы не смогли протестировать посмотрим что там происходит в сообществе вот такая вот красивая картинка да все равно видео попадет это на youtube ну неудачный эксперимент тоже эксперимент вот бот они только развиваются но я ребятам хочу что сказать да вы готовите бота вот вы готовите его выложить сделать так чтобы у вас был сервер во первых нормальный да ну вот этом бесплатном или там платном дешевым хостинге но это как бы никакого успеха не будет то есть ваше приложение она сразу встретит в общем кучу недовольства да то что скорее сейчас комментарии то что не работает вот долго отвечает фиксите баги баги фиксите ну то есть встреча такая и разработчикам вам да то есть самим должна быть неприятно просим смотреть посты то есть информация что бот не отвечает ну да должны вас предупредить что как про база внулиться это значит что всем придется начать заново с нуля это предотвратит возможные ошибки и производительность ну блин ну нельзя так тестировать ребята ну я честно говоря не знаю я например учился на программисты да и у нас есть жизненный цикл да как программного продукта в который входит ну и тестирование и там дальнейшая поддержка и так далее вот тестирование это очень важный этап нельзя его так вот просто бросать свой продукт такой недопиленный до людям проверьте его тем более вы выложили его по моему в пятницу вот пятница это день такой что много людей может как бы пользоваться да то есть уже и дома и посвободнее то есть на неделе самое оптимальное выкладывать с утра где-нибудь да то есть и нагрузка небольшая она будет постепенно нарастать вы сможете фиксить баги там вот атаку и просто можете встретить кучу недовольство и так далее ну просто ваш проект дискредитирован будет как и вы как разработчики тоже собственно и ваш подход вот поэтому такой мой для вас вариант что просто нужно сервер нормальный да во первых но не нужно тут в принципе это все не так дорого тем более сколько ваш проект будет жить вот вы сами представляете ну просто реально устанете поддерживать за месяц он не будет приносить денег да то есть это это больше как игра да вот все равно будут какие-то баги все равно будет что-то там где-то какие-то недовольные кит непонятки вот то есть я ориентировочно считаю что вот этот проект вот те проекты которые хэписанты они могут может быть и будут жить да потому что они в принципе у них есть основная работа они для них это параллельно и для них это ну как как сказать такая эмоциональная подпитка что ли не знаю то есть как самореализация да то есть творческий процесс вот и они делают это качественно ну прям не идеально но качественно достаточно вот но простые разработчики вот они большие то есть вывалит продукт который не работает на на сервисе я уже сто раз сотни видео это говорил вот то что нужен нормальный хостинг сразу нужно вот это я прав не говорю вот это в первом видео я говорю то что нужно чтобы вы выкладывали тоже в определенное время надо выкладывать субботу воскресенье вот потому что много слишком людей пользуются но не выдержит ваш продукт нагрузки вам придется делать вы вайпы там и базу обнулять вот как здесь вот этот это плохо слишком много народу 5000 людей за час скоро проблем решится ожидайте прошу следить за новостями вот так вот в общем кстати 17 16 апреля то есть постоянно фиксы 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 то есть нужно какая-то версия которая выглядит выдержит нагрузку в принципе статистику можно спросить у любого да там в конфе вот сколько при когда становится известно о воте сколько человек приблизительно посещает до его вот то есть надо ориентироваться на такие цифры да там на несколько тысяч человек до 10 тысяч человек рассчитывать нагрузку вот естественно не выдержит никакой бесплатный хостинг там нужно что-то посерьезней тем более это ненадолго потому что я опять объясняю что проекты это практически ну я не знаю как вот такие проекты окупать я не уверен что здесь там будет там ну даже 20 тысяч человек подписчиков там через месяц ну я очень сомневаюсь вот в кликер-боте кстати я прогнозирую ну я не думаю что так будет прям сильно расти количество ботов наверное все таки это повлияло я просто не учел я рассчитывал ну сейчас 41 тысячи в кликер-боте подписчиков а я рассчитывал к концу недели что будет 100 тысяч ну я ошибся потому что слишком много ботов параллельных как бы вышло и они перетянули естественно особенно вот этот вот наш любимый дракоин ну то есть они естественно перетянули одеяло на себя и там ну кто будет кликать но это самое самое оголтелые любители кликов вот поэтому да бот не отвечает похоже ну сейчас посмотрим еще он ответил привет новичок перед тобой монстр первого уровня побей врага ну давайте атаковать ну атака я чувствую затяжная будет он просчитывает наверное да то есть в 3d там все ну подождем мы никуда не спешим я просто посмотрю чем это закончится дело если он напишет что у меня недостаточно средств это будет конечно финал ну через полчаса кстати через сколько он ответил давайте посмотрим где он написал ну через три минуты но это кстати не так плохо подождем почитаем что здесь народ доволен ну это может читали что там насчет базы сейчас наверное будут рады все ну вот так дичь какая-то главное чтобы работал бот не работает ля цибан ну а так кстати темная тема по факту главное чтобы отмечал за две минуты максимум то есть это в норме я так понимаю ответы такие там две минуты много пишет ну это блин я чувствую это троллит просто Дмитрий Котов мне кажется троллит две минуты это много ну тут естественно адекватный да разработчик помню что две минуты много тут офигеешь ждать уже просто забудешь что делал если все будет реализовано по плану ответ бота должен быть минимальным следить за новостями ну все понятно ну перенос сервера то есть они начинают да с плохого сервера на что рассчитывают я не понимаю зачем выкладывать на тестовый сервер так можно дома протестировать динамический там IP там вот этот есть какие-то фишки там динамик DNS и просто дома даже если у вас нет постоянного IP адреса все это делается что кстати там по контактам вот нет скрывает человека свое не знаю то ли стыдно то ли наоборот не хочет быть известным как я вот все всем пока в общем а ну да сейчас заглянем что он ответил нет две минуты обещали нет две минуты да ну похоже сейчас выльется в сорок просчет этой атаки вот я думаю играть я в него не буду ну может когда-нибудь вернемся но я уже не понял сразу его я уже сразу его не понял атаковать сбежать таверна ну понятно все всем пока спасибо за внимание ну да кстати играйте дракон это на сегодняшний день это самая крутая игра и кстати можно там действительно намайнить а не просто тыркать кнопки все всем пока спасибо за внимание на сегодняшний день